всем привет с вами канал календарь рыболова меня зовут алексей вот уже несколько дней у меня продолжается постельный режим недавно на последней рыбалке я немного простудился провел целый день на ветру на холоде и немного одолела меня простуда но это абсолютно не критично в принципе работоспособен стараюсь особо поберечься сейчас на улицу не выходить только по мере надобности там принести дровишек или воды но после перенесенного коронавируса это было в конце весны в начале лета перед тем как я сюда приехал эта простуда кажется просто детским лепетом вообще никаких проблем переношу замечательно у меня в принципе есть лекарства противопростудные но я их не использую в аптечке у меня все в порядке есть разные медикаменты но я лечусь народными средствами этого достаточно пью чай и больше жидкости настой на травах чеснок лук ну в общем вы сами все понимаете обычные народные средства я думаю что еще буквально денек-другой я уже буду в форме как говорится знаете такую пословицу если простуду лечить медикаментами то она лечится 7 дней а если не лечить то неделю вот как то так я думаю что еще денек-другой я уже соскучился и по рыбалке да и вообще как-то поднадоело здесь сидеть точнее лежать целыми днями мне кажется это больше болезнь связана не сколько с простудой а сколько с накопленной с хронической усталостью в каком плане усталость многие могут подумать что он там лежит на печи там ничего не делает грубо говоря на рыбалку ходит да видео снимает на самом деле усталость накопилась за счет того что очень много времени уходит на монтаж роликов на ту же загрузку чтобы поймать интернет порой приходится искать места где-то на пригорке или на реку выходить всегда он почему-то в разных местах лучше ловит где-то хуже а когда снегопад или сильно туманно то интернета практически нет вот и очень медленно загружаются видео поэтому ролики выходят по этой причине также не так часто как хотелось бы вот в мороз когда выходишь к водоему чтобы загрузить видео с более хорошим интернетом там лучше ловит приходится стоять на морозе и все равно видео грузится около часа в лучшем случае бывает намного дольше а соответственно на морозе аккумулятор разряжаются очень быстро и возвращается проблема с электричеством в общем то вот по таким техническим моментам видео не так часто получается ну а кроме того очень много времени уходит и на обычные домашние бытовые моменты приготовить поесть наколоть дров принести воды вот ну и кроме того заниматься чем-то какими-то работами в землянке ну и конечно же с ростом аудитории все сложнее отвечать на все комментарии я пытаюсь конечно я их все прочитываю но если кого-то пропустил и кому-то не ответил уж не обессудьте сейчас уже очень много комментариев очень много лайков большое спасибо всем подписчикам и зрителям так что если кого-то пропустил кому-то не ответил прошу не обижаться это занимает очень много времени и в сутки я порой сплю 3-4 часа практически как наполеон поэтому вот собственно из этого и получается накопленная усталость и вот сейчас во время болезни я хорошенько отсыпаюсь вот то есть мало сплю я не из-за того что здесь плохо спится здесь замечательно спится только коснись подушки головой и сразу выключаешься я уже растопил печь сейчас наберу в чайник воды и вскипячу ее для того чтобы заварить травы травы завариваю в термосе так намного удобнее не надо будет из-за каждой кружки чая хорошенько растапливать печку потому что будет очень жарко я стараюсь сейчас особенно во время болезни сильно активно печь не топить нахожусь в кофте вот после ночи в помещении температура около 15 градусов я стараюсь больше 20 градусов не затапливать потому что становится реально жарко и выйдя взмокший на улицу можно опять спровоцировать болезнь как бы градусника у меня нет температуры особо не ощущаю поэтому не переживаю по поводу болезни все нормально скоро буду в строю но сейчас пойду наберу в чайник водички возможно снега на улице выпал за ночь снежок поэтому может быть проще будет набрать снега в чайник ночью выпал свежий снежок теперь можно не идти к реке не сверлить лунку просто набрать снега в чайник и растопить вкус совсем получается другой чем от воды которую беру в реке более мягкий в общем мне больше нравится готовить чай из снега и вообще просто растопить и попить воды единственное довольно долго все это происходит вроде как полный чайничек но там останется на самом донышке буквально на одну чашку поэтому я сначала это дело все растоплю там останется немного воды тогда уже в горячую воду можно будет проще добавлять снег он будет сразу таять и намного больше можно будет сразу набрать снега такая красота в лесу вот дровишки в печке уже разгорелись как вы знаете я не успел сделать дровник или какой-то навес для дров до наступления зимы поэтому храню их так на улице где нарежу просто приподнимаю их повыше от земли чтобы снегом не заносило я в принципе уже знаю где у меня сложены кучки дров приходится только на санках или в руках принести несколько поленцев расколоть и топить поэтому дрова все влажные но это с одной стороны и неплохо потому что если загружать в эту печь сухие дрова то становится в помещении очень жарко практически как в сауне сауну стараюсь топить более сухими дровишками кстати дрова когда колешь внутри они остаются сухими только снаружи немного влажные а так когда влажные немедленно клеют немедленно разгораются и температура комфортная плавно набирается поэтому меня пока все устраивает абсолютно не напрягает отсутствие дровника справляюсь я и без него ну а снег в чайнике уже растаял водичка нагрелась и сейчас будет намного проще набрать больший объем воды вот это все что осталось на самом дне из полного чайника снега в принципе на пару чашек чая хватит но я хочу сделать в термосе чтобы часто не протапливать печку потому что будет очень жарко пойду за новой порцией снега когда набираем снежок желательно брать свежий снег недавно выпавший потому что внизу он уже может быть не очень чистый ну и основное правило конечно же не класть в чайник желтый снег слава богу здесь такого немного встречается вот так в теплой воде он быстро тает намного проще набрать больше воды все остыло больше таять не будет все набираю полный чайник и ставлю кипятить чай вот так красиво возле дымохода снег подтаивает хорошенько прогревается земля сейчас будет небольшая парилочка несколько подписчиков просили рассказать о том сколько денежных средств ушло у меня на постройку этой землянки ну и пока закипает чайник я попытаюсь попытаюсь вспомнить сколько же все таки ушло денег на эту постройку буду прямо сейчас окидывать взглядом все помещение и вспоминать что я покупал как вы заметили я тратил очень мало средств делал все из подручных материалов из того что у меня было дома из того что привозили знакомые в общем вот что я сразу увидел вязальная проволока 100 метров вязальной проволоки стоило примерно 5 долларов дальше дымоход практически весь я нашел у себя в сарайчике пришлось докупить лишь один уголок 90-й который тоже стоит около 5 долларов дальше печь делал полностью все из подручных материалов это металлическое старое ведро из-под краски кусок металла на саму плиту я также нашел у себя в гараже и несколько несколько кирпичей собрал во дворе и тоже транспортировал их сюда дальше из покупок вот этот кран стоит примерно 2 доллара еще несколько соединений для подключения к ведру и крану тоже копейки около пару долларов итого около 15 что еще вот эти скобы металлические я покупал 15 штук сколько тоже в районе 3-4 долларов наверное что еще вспомнить вся мебель все это из старых шифонеров как вы помните несколько лампочек купил но электрическая часть это как бы отдельный момент многое тоже что-то у меня было дома провода выключатель тоже остался после ремонта вот эти вот баннерные баннерная ткань которую я очень много использовал закрывал в качестве гидроизоляции все стены поэтому в землянке очень тепло бревна не сыреют вот так вот эти баннерные материалы достались мне тоже практически бесплатно одно время я работал на рекламной фирме которая занималась наружной рекламой и при замене баннеров бывшего употребления я забирал за копейки себе домой в надежде что они пригодятся вот они очень удачно пригодились мне здесь в постройке землянки да еще пачка саморезов это из купленного ну и остальные саморезы тоже то что пособирал дома в основном все это можно сказать бесплатно ну собственно так на первый взгляд я больше не вижу ничего что я покупал все остальное нажито непосильным трудом и собрано во дворе в сарайчиках в гараже поэтому вот так по электрической части солнечная панель 120 ватт китайская не помню по моему моно есть поли есть моно вот это по моему моно там более чистый кристалл она немного больше по характеристикам вырабатывает электроэнергия плюс контроллер к ней это все стоило в районе 100 долларов ее покупал еще до того как решился переехать в землянку в лес она у меня уже была в наличии так как я часто ходил в походы на рыбалку поэтому она у меня уже была то есть я тоже можно сказать что я специально сюда не тратился но в принципе имейте ввиду что примерно 100 долларов ушло на солнечную панель и контроллер для нее аккумулятор автомобильный бэушный старенький еще пришлось в процессе докупить еще один аккумулятор так как в пасмурные зимние дни электричества не хватает и с помощью второго аккумулятора я уже как-то умудряюсь заряжать все свои электрические приборы в принципе солнечной панели и моего старенького аккумулятора 77 ампер часов емкостью хватает для того чтобы зарядить телефон и одна лампочка трехватная чтобы вечером сделать себе освещение в принципе этого хватает даже зимой но так как мне приходится подключать к зарядке телефон не один раз в день так как я монтирую видео именно на смартфоне и он в процессе монтажа это занимает довольно много времени разряжается как минимум один раз еще раз мне приходится заряжать телефон плюс камера плюс освещение когда нужно снять что-то в помещении дополнительные лампочки поэтому панели не хватает ну вот собственно вот так по затратам на постройку так на вскидку больше не помню чтобы я еще что-то покупал ну естественно провизия изначально какой-то был запас продуктов куплен крупы, мука, овощи, тушенки ну в общем это уже каждый сам понимает что нужно чем нужно запастись ну в общем все сделано с минимальными затратами а да вспомнил еще два баллона пены я покупал и один наполовину полный был у меня в наличии ну пена вы знаете сколько стоит в строительных магазинах я уже смутно помню это уже было довольно давно в общем вот так вот чайник хорошенько прокипел на всякий случай я даю ему покипеть минут двадцать все-таки не идеально чистая вода хотя снег возможно и почище воды которая в кране заполняю термос ну а пока печь хорошенько прогрета я займусь приготовлением обеда если быть точнее обеда, ужина и скорее всего завтрашнего завтрака во время болезни пытаюсь готовить большие порции и кроме того стараюсь сделать первое блюдо чтобы больше жидкости было в организме пью настой на травах чай просто воду чистую в общем как можно больше жидкости ну и сегодня буду делать снова гороховый супчик все очень просто чтоб сильно не заморачиваться но не просто из полуфабриката а еще у меня имеется несколько банок тушенки это тушенка куриная там уже сразу есть и лучок и морковка останется сделать бульон на этой тушенке добавить пару карташин и добавить вот этот вот спрессованный горох в принципе там никакой химии просто горох в брикете поэтому ставлю котелок и буду варить бульон из тушенки ну а пока бульон из куриной тушенки закипает я почистил и нарезал картофель достал из пакета полуфабрикат поломал на кусочки сейчас нужно его измельчить до состояния крупы это горох быстрого приготовления он варится в течении 30 минут поэтому добавлять буду вместе с картофелем вот горох размельчил бульон кипит добавляем горох картофель накрываю крышкой и через полчаса замечательный лечебный супчик будет готов вот прошло около получаса супчик готов медленно кипит, томится вот такая красота получилась много мяса замечательно пахнет шикарно сейчас попробую на всякий случай готов ли уже горох горох все таки долго варится да отлично все готово вкусно я уже проголодался вот такой очень простой довольно быстрое приготовление и неимоверно вкусный супчик у меня получился так что всем приятного аппетита ну что ж еда приготовлена чай на травах заварен супа получилось пол котелка хватит на пару дней землянки стало жарко после приготовления пищи поэтому сейчас обедаю принимаю горизонтальное положение хорошенько еще прогреюсь пересмотрю комментарии посмотрю может кому-то забыл ответить не обижайтесь комментариев сейчас очень много поэтому к сожалению могу где-то кого-то пропустить если честно уже очень надоело болеть надеюсь завтра во второй половине дня пойду немного порыбачу может быть поймаю окуньков на уху или подлещиков на жарюху с утра нужно будет заготовить дровишек потому что осталось буквально на 2-3 дня поэтому снова придется поработать бензопилой ну а с вами буду прощаться всем спасибо кто смотрит мои видео всего доброго до скорых встреч в следующих видео пока пока